Молитвенное внимание Это наш обычай вставать для чтения Слова Божьего И если вы услужите нам в этом После вы можете сидеть, спать или храпеть Аминь За 25 лет проповедования я уже все это видел Аллилуйя Когда я только начинал проповедовать Моя цель была разбудить человека, который спал на задних рядах в церкви После того, как ты проповедуешь уже 25 лет, ты говоришь А, пусть спит, немного отдыха никому не помешает Ты рад, что ты в Доме Господа сегодня? У меня была привилегия служить здесь в День Благодарения И мы... Скажу вам, у нас было чудесное время в Господе Когда мы говорили о том, чтобы быть благодарным И Бог очень, очень благословил это особым образом Скажу вам, быть благодарным дорогого стоит Некоторые из вас не осознают этого, потому что у вас проблемы И проблемы затеняют твой взор Мешая понимать, насколько значительно ты благословлен Некоторые мечтали бы иметь проблемы, которые есть у вас Всяческие проблемы Прорваться сквозь пробку А пробки здесь, это проблемы Но кто-то просто мечтает иметь машину Ну, нам пришлось стоять там, прежде чем нас пустили внутрь И я понимаю, это проблема А кто-то просто мечтает иметь ноги Если бы у них были ноги, они бы любили и прочь постоять Они просто радовались бы ногам, понимаете? У меня гараж протекает У кого-то нет гаража, знаешь Просто ты благословлен И, наверное, даже не знаешь об этом И это трагедия, потому что тогда, если ты не знаешь, что ты благословлен Враг может забрать это, и ты даже не заметишь потери Да Если я заберу что-то у тебя, и ты не знаешь, что ты имел Это ты даже не заметишь потери Кто из вас ценит то, что вы те, кто вы есть? Вы просто рады Просто рады 1 Царс, глава 16, стих 12 И послал, и привели его, речь про Давида Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом С приятным лицом И сказал Господь, встань, помажь его, ибо это он Значит, он был симпатичным Бог сказал, помажь его И взял Самуил рог с елеем И помазал его среди братьев его И почевал дух Господень на Давиде С того дня и после Самуил же встал и отошел в Раму А от Саула отступил дух Господень И возмущал его злой дух от Господа Разве это не любопытное высказывание? И возмущал его злой дух от Господа И сказали слуги Сауловы ему Вот, злой дух от Бога возмущает тебя Это второй раз повторяется Злой дух от Бога Там не говорится, что Бог был злым духом Просто признается, что ни один злой дух Не может прийти без Божьего контроля Видишь, он либо Господь во всем Либо вовсе не Господь Война Бога не с силой, которая равна Ему И при этом не подчинена Ему Все духи контролируются Богом И могут сделать не больше и не меньше Чем Он им позволит Даже Сатана давал отчет Богу в книге Иова И Бог спросил, где ты был, дьявол? Он сказал, я ходил по всему лицу земли И он спрашивает, ты видел моего слугу Иова? Который верен и праведен Сатана говорит, видел, но я не могу прикоснуться к нему Потому что ты окружил его защитой Видите, все покорно Богу Имя Иисуса было превознесено выше всех имен И перед именем Иисуса всякое колено преклонится И каждый язык поведает, что Иисус едет Господь К славе Божьей Всего небесного и всего земного и всего под землей Все они подчинены силе и власти самого Бога Так что если злой дух и хотел прийти Он должен был идти Только если Бог даст ему благодать прийти И это очень-очень важно, чтобы вы понимали Когда вы противостоите трудностям или неприятностям Что твои трудности должны покориться Богу Твои неприятности должны покориться Богу Вы слышите, что я говорю? И когда Бог позволяет каким-то злым бедствием Прийти в твою жизнь Ты должен понимать, что хотя это и было зло Все содействуют ко благу любящим Господа И призванным по его изла Не все вещи благи, но они содействуют ко благу И если бы у меня было несколько человек здесь Которые могли бы оглянуться назад на свои жизни На что-то, что произошло, что не было блага Но сработало ко благу Да, да, просто интересно, интересно Путь Господин наш прикажет слугам своим Которые пред тобою поискать человека Искусственного в игре на гуслях И когда придет на тебя злой дух от Бога То он, играя рукою своею, будет успокаивать тебя И отвечал Саул слугам своим Найдите мне человека, хорошо играющего И представьте его ко мне Мне нужен кто-то, кто умеет это и умеет хорошо Тогда один из слуг его сказал Вот я видел у Есея Вифлеемлянина сына Умеющего, умеющего играть Человека сильного, храброго и воинственного И рассудительного в делах И видного собою И Господь с ним Послушайте все, что они сказали о Давиде Посмотри, насколько одарен Давид был Он умел играть Сказали, что он был человек сильный, храбрый И воинственный Он был мощный, человек характера Он был воинственный, рассудительный в делах Он был хорош в бизнесе Он был силен в администрировании Он был симпатичным Он был симпатяга Приятен И, кстати говоря, Господь был с ним Разве неприятно иметь больше одного дара? Понимаешь ли ты, что Бог дал тебе больше одного дара? Что у тебя есть еще чем заняться, кроме того, что ты используешь на работе? Что у тебя может есть таланты, которые ты еще не вырыл, не раскрыл Или которые еще не используются в твоей жизни? Ты думал об этом? Думал ли ты, что твой дар открывает тебе просторы? Что если бы Давид не имел даров, которые он имел В его жизни не было бы простора, какой он имел? Это хорошо И послал Саул Вестников к Иссею и сказал Пошли ко мне Давида, сына твоего, который при стаде Он сказал, мне это нужно Единственное, почему Саулу нужен был Давид Это потому, что у Саула была проблема Так что все вы, молящиеся, чтобы Бог вытащил вас из враждебной обстановки на работе Вы должны понимать, что причина, почему тебя послали туда И есть в том, что обстановка враждебна Проблема Это гарантия трудоустройства для людей, которые идут туда с помазанием на своей жизни Оу, я потерял вас на этом Ты думаешь, что помазание придет вытащить тебя из проблем Но помазание на твоей жизни для проблем Бог послал тебя в эту ситуацию Потому что он может доверить тебе справиться с сутью самой ситуации А ты молился, Господь, вытащи меня из этой ситуации Когда Бог послал тебя в ситуацию, чтобы повлиять на ситуацию, в которой ты находишься Тебе нужно ловить этот пояс теперь, потому что я уже в движении Я уже преподавал пять заповедей И я готовлю дать вам следующие пять заповедей для христиан Для христиан, работающих во враждебной обстановке И может быть, ты не работаешь во враждебной обстановке Может, тебе этот материал нужен для кого-то еще Но однозначно он тебе понадобится, потому что рано или поздно Бог зашлет тебя через работу, или служение, или родственничков Во враждебную обстановку Не выкидывай ее Не выкидывай эту проповедь Положи ее в ящик для завтраков Тебе она понадобится Ты слышишь, что я говорю? Короче И послал Саул вестников к Исею И сказал Пошли ко мне, Давиду, сына твоего, который при стаде И взял Исей осла с хлебом, и мех с вином, и одного козленка И послал с Давидом, сыном своим, к Саулу Видишь, Исей знал достаточно, чтобы не позволить Давиду Прийти к великому человеку, прося чего-то И не давая ничего взамен Смотри, дух поберушки подрывает твой успех Когда ты начинаешь, давая, ты открываешь дверь получать Он не вошел туда как нуждающийся Он пришел дать что-то, а не брать что-то Когда ты идешь на работу, тебе нужно приходить, чтобы дать что-то, а не забирать что-то Дело не в том, что работа может сделать для тебя Но и что ты можешь сделать для работы И чем эффективнее ты делаешь работу, тем больше твоя ценность на работе Вы следите за мной? Вопрос не в том, сколько ты мне заплатишь Вопрос, сколько ты можешь сделать за плату И пришел Давид к Саулу, и служил пред ним И очень понравился ему, и сделал себя его оруженовцем Оппозиция была создана для Давида И я не знаю, для кого это Я действительно в восторге об этом послании Но Бог создал оппозицию для Давида Что начиналось, как временная должность Стала полной ставкой, которая была создана эксклюзивно для Давида Не волнуйся, если у них нет для тебя должности Если ты доверишь Богу, Бог создал для тебя должность Твой дар создал для тебя простор Возможность, размах, глубина талантов, которые Бог вложил в тебя Заставят в окончании появиться Вот что значит, когда, говорится, дар человека дает ему простор Так что не разочаровывайся, если у них нет для тебя места, когда ты пришел к ним Ты ногу в дверь просуешь И когда ты поставишь ногу в дверь, Бог сказал Я создам для тебя работу И Давид сделал себя его оруженовцем И послал Саул сказать Иисею Пусть Давид служит при мне Ибо он снискал благоволения в глазах моих Другими словами Я хотел лишь попользоваться временно Но он так хорош в делах Я хочу оставить его на полной ставке Кому я говорю здесь И когда злой дух от Бога бывал на Сауле Когда злой дух от Бога бывал на Сауле То Давид, взяв гусли, играл И отраднее и лучше становилось Саулу И дух злой отступал от него Я не знаю, для кого это Но я работал над этим все утро Я думаю, что это важно Десять заповедей для христиан Работающих во враждебной обстановке И некоторые из вас не понимают этого Но есть люди, которые просыпаясь каждое утро Терпеть ненавидят идти на работу Они ненавидят, что делают Они ненавидят обстановку, в которой работают Они ненавидят ситуацию, в которой они работают Они не чувствуют себя комфортно с людьми, с которыми они работают Они считают, что им недоплачивают Их недооценивают И не ценят на их работе Они в отчаянии И они уже на взводе И есть люди в этом зале прямо сейчас которые молятся о прорыве в сфере их отношений на работе. И Господь дал мне это послание. Это очень необычное послание, и я извиняюсь перед теми из вас, кто хотел чего-то другого, но Дух Святой дал мне это послание, и я в восторге о нем. Кто-то получит прорыв. Бог даст им направление, как разобраться с некоторыми обстоятельствами, которые враждебны и подрывают твою самооценку. Поймите, мы проводим больше времени бодрствования на работе, нежели дома. Кроме тех из вас, кто не работает. Больше остальных из нас... И поэтому, когда враг атакует тебя в сфере того, что ты делаешь, он пытается подорвать то, кто ты есть. Потому что в основном, кто ты есть, определяется временем, инвестированным в то, что ты делаешь. Итак, если у вас проблема на работе, и ваша работа заиграет 8 часов в вашей жизни, и вы тратите час, готовясь к работе, и час на дорогу, и час возвращаясь, ты, может, вкладываешь 10 часов в твоей жизни, а это большая часть твоего времени бодрства, не боясь тем, где ты несчастен. Но Бог готовится дать тебе прорыв здесь сегодня. Он готов дать тебе божественное направление, и когда ты получишь прорыв в этой сфере, это повлияет на все фактически. Когда ты в отчаянии от своей работы, это влияет на то, как ты ведешь себя дома. Ты недоступен своим детям, ты недоступен для мужа, ты недоступен для жены, потому что тебе буквально нужно залить дома куда-то подальше для детоксикации. Если бы только кто-то знал, про что я говорю сейчас. Кто-нибудь знает, каково это быть в таком аду на работе, что тебе приходится ехать домой. И не то, что ты не рад видеть всех, но ты не готов их видеть. Ты буквально должен забраться куда-то в угол и выпустить яды, прежде чем ты сможешь справиться с остатками дня. Это слово для тебя. Я помолюсь, и я поделюсь вторыми пятью заповедями. Я дам вам те пять, которых еще не было. Другие пять я рассказал утром. Если хотите получить их, вы можете взять их на кассете и сложить вместе. Но я спешу выдать их, потому что я верю, что они важны, я верю, что они благословят вашу жизнь. Давайте помолимся вместе. Отец, я благодарю тебя за возможность делиться Словом Божьим. Я понимаю, что цветы увянут, и трава засохнет, но Слово Господне пребудет вовеки. Я прошу тебя, Господь, во имя Иисуса, используй эти моменты значительным образом, чтобы благословить людей в этом зале. Не только людей в этом зале, но людей, которые смотрят через интернет, людей, которые смотрят эту кассету на видео. Пусть она будет для них ресурсом на грядущие годы, когда они будут переживать силу Божьей, изменяющую их жизни, и заставляющую их быть значимыми во всех сферах их жизни. Я верю, что ты сделаешь это во имя Иисуса. Аминь. Вы можете садиться в присутствии Господа. Теперь я просто хочу дать вам небольшое вступление, прежде чем я кинусь в самую гучу этого. И у вас есть некоторый проигрыш, потому что я уже на пять заповедей ушел вперед. Но я не хочу давать вам что-то, в чем я уже так далеко впереди вас, что вы не понимаете, о чем я говорю. Ну, прежде всего, это проповедь для христиан. И я хочу определить это немного, потому что слово «христиане» в нашем современном сообществе буквально описывает демографию нашей веры. Нас зовут христиане теперь, и христиане описывают нашу систему убеждений. Изначально у Иисуса были люди, которые шли за Ним, которых не звали христиане и их звали верующие. И только лишь в Антиосе их впервые стали называть христианами. Сам Христос не называл их христианами. Вы должны понимать, что это приняло на себя новое измерение сегодня и стало обобщенной фразой про нашу веру, которая описывает нашу веру. Я не против этого, но я хочу увести вас за современное определение того, что такое христианин. Назад к богословскому определению, что такое христианин. Потому что слово «христос» буквально означает быть помазанным. Оно буквально означает быть помазанным. И я подразумеваю, я доверяюсь, я надеюсь, я молюсь, что вы не думаете, что Христос это была фамилия Иисуса. Многие люди думают, что Христос это буквально фамилия Иисуса. Как ты, Том Джонс, и она, Рахиль Йонг, и еще и Лабади, и так далее. Они думают, ну вот, Иисус Христос. И это не так. Библия говорит, имя ему будет Иисус, ибо он спасет народ свой от грехов, и там ничего не упоминается про Христос. Сначала его не звали Христос, уже годы спустя они стали называть его. Фактически, много раз они говорили, Иисус который Христос, потому что Христос описывает Иисуса, и после, где-то позже, стали говорить Иисус Христос, и в другом месте его называют Христом Иисусом. Христос описывает помазание на его жизни. Это буквально переводится «помазание», «помазание». И поэтому, если ты христианин, это уходит глубже, чем просто система верований, это должно фактически означать, что ты помазан тем же помазанием, которое было на самом Иисусе. И это отделяет, это может отсеять половину прихожан сразу. И должен определить, есть ли у тебя такое помазание. И вот почему, когда я начал читать отрывок, я начал с Самуила, идущего в дом к Иссею, и помазывающего Давида в цари, хотя он еще ухаживал за овцами, потому что сила способности выживать в любой ситуации для верующего определяется глубиной твоего помазания. Скажу это еще раз. Сила выживания в любой трудной обстановке для верующего определяется глубиной твоего помазания. И Бог хочет помазать тебя для места, куда Он хочет поместить тебя, до того, как ты попадешь туда. Поэтому все вы, кто просыпается по утрам и готовится утром, говорите, «Господь, я жутко не хочу идти туда. Там опять будут эти несносные люди сегодня. Они играют мне на нервах, они неправильно обходятся со мной, я делаю всю работу, а они меня не ценят». Вы буквально снимаете с себя все свое обмундирование, вы лишаете себя своих сил, вы теряете все ресурсы, которые необходимы, чтобы Бог мог использовать вас эффективно. Вы приходите на работу уже пораженным. Если ты хочешь приходить на работу одетым для работы, а работаешь во враждебной обстановке, ты должен идти туда, созидая себя. Этот день сотворил Господь. Буду радоваться и ликовать в нем. Я благодарю тебя за твое присутствие и твое помазание, которое ты поместил внутрь меня. Я благодарю тебя за твое присутствие и твое помазание над моей жизнью. Я имею победу сейчас во Христе Иисусе. Я не собираюсь ждать победы, я не собираюсь просить у них победы. Я не говорю им о победе, я уже имею победу. Я собираюсь делиться своей победой с ним, и я имею ее уже сейчас. И так много, о чем я говорил сегодня утром. Я пытаюсь не возвращаться туда, но вам это очень нужно. Я просто вернусь немного и затрону одну из тем, которыми я поделился на восьмичасовом служении. Ты должен быть внимательным, чтобы не ходить на твою работу, вообще-то на место в поиске личных отношений. Потому что ты идешь на работу не за дружбой. Ты идешь на работу не за эмоциональной поддержкой. Ты пошел в рабочую обстановку, не чтобы люди помогли тебе повысить самооценку. Ты идешь на работу не для того, чтобы они планировали за тебя время после работы. Ты пошел на работу не чтобы встретить новых людей. Не за этим ты идешь на работу. Ожидай чего-то от работы, что работа может предоставить. Оплаты. Это по Библии. Библия говорит, что трудящийся достоин пропитания. И у тебя есть право ожидать этого. Это не единственная причина, почему ты работаешь. Потому что это не единственный поток, который ты будешь иметь. Но тебе нужно получить тот материал, потому что я говорил о четырех потоках, которые должны вести в сад Эдемский. И ты не можешь устроить себе рай только на одном потоке. И причина, почему некоторые из вас в таком отчаянии на своей работе в том, что ты ожидаешь, что твоя работа пропонсирует твое видение. И твое видение больше, чем твоя работа. Потому что твоя работа это лишь один из источников. Ты должен иметь еще три источника, которые будут питать твои финансовые ресурсы. Но у меня нет времени углубляться в это. Правда, мы уже многое прошли. Но я хочу продолжить с номера шесть. Я хочу продолжить с номера шесть. Вы готовы к номеру шесть? Путь христианин скажет аминь. Если ты помазан, и ты знаешь, что ты помазан, скажи аминь. Слушай, если ты и правда помазан, если ты мужчина, скажи я мужчина. Если ты женщина, скажи, я женщина. Прикатись к кому-то и скажи, я мужчина для этой работы. Да, да, да. Может, это евразивная обстановка. Может быть, это плохая ситуация. Они, может, не дали мне всех инструментов для работы. Они, может, недооценивают меня, не ценят меня. Это не важно. Я человек для этой работы. Если бы я не был снаряжен для этой ситуации, и Бог не поместил бы меня туда, у меня нет, что требуется, чтобы быть головой, а не хвостом, сверху, а не снизу, и я надеру это дело во имя Иисуса. Я подхожу для работы. Скажи им, я подхожу для этой работы. Если у тебя депрессия, и ты хочешь в ней оставаться, тебе лучше уйти отсюда прямо сейчас. Если ты пораженный, и хочешь оставаться пораженным, беги за дверь прямо сейчас. Потому что я готовлюсь накачать твою голову таким количеством веры и горючего, что ты, уходя отсюда, будешь танцевать на крыше своей машины. Ты сможешь с этим справиться? Ты сможешь с этим справиться? Первая церковь заморозков находится дальше по улице, в углом на первом цветофоре. Но если ты хочешь омолодиться, восстановиться, освежиться, пленять вызов и мотивироваться, тогда пристегните ли мне, ребята, потому что мы готовимся покататься. Слава Богу! Видите, вы, приходя в церковь, лишь готовитесь. Я был готов, когда пришел сюда. Итак, я продолжу с номера шесть. Это шестая из десяти заповедей. Номер шесть. Увеличь свою способность работать с разными людьми. Большинство людей побеждены во враждебной обстановке, потому что они видят ситуацию на работе и в других местах в черно-белом свете. Но если ты собираешься быть эффективным, ты должен видеть оттенки серого. Ты не можешь видеть только хороших людей и только плохих людей. Он мне нравится, он мне не нравится. Это все было бы полезно в твоей личной жизни. Но для твоей общественной жизни ты должен иметь способность работать с разными людьми. Это не значит, что ты хочешь пригласить их на ужин. Это не значит, что ты хочешь играть с ними в гольф. Но это означает, что ты готов работать на общественном уровне с теми, с кем ты не стал бы общаться на личном уровне. Потому что ты достаточно профессионален, чтобы работать с теми, с кем не пошел бы в разведку. Люди не понимают этого, и они идут на работу еще тот же тип людей, с которыми они лично хотели бы общаться. И это ограничивает твою способность перейти на следующий уровень в твоей жизни. Потому что Бог часто будет благословлять тебя через тех, кто тебе не нравится. О, это так сурово. Мне одному придется кричать об этом. Дайте я вам это скажу, потому что они не слышали меня. Бог часто будет благословлять тебя через людей, которые тебе не нравятся. Он будет благословлять тебя через людей, которым даже не нравишься ты. Потому что благословение Господне не предопределяется личностью. Факт в том, что Бог сказал, я сделаю, что твои враги будут твоей скамеечкой для ног. Я заставлю проклинающих тебя обратиться и благословлять тебя. Я обращу сердце царя в своей руке и заставлю его благодействовать тебе, даже если он не любит тебя. И поэтому, если на работе ты ищешь людей, которые тебе нравятся, ты ограничиваешь свой потенциал умножаться не так, как Бог хотел умножить тебя. Потому что Бог будет часто благословлять Давида через Саула. Саулу в какой-то момент нравился Давид, потом он ненавидел Давида, потом он начал кидать копье, пытаясь убить Давида. И все это время издевательств Давид оставался в доме. Он был в доме не потому, что Саул был в доме, он оставался в доме, потому что его благословение было в доме, его помазание было в доме, и закончилось все тем, что он владел этим домом. Может, ты будешь владеть местом, где ты сегодня работаешь? Ага, вы все не готовы для этого. Понимаете, некоторые из вас читают молитву Я и Лиса, и вы получали все эти материалы, и вас учили, как Бог будет расширять вас. Но Бог не может расширить твои пределы, Он не может расширить твою вместимость, пока Он не расширит твои способности работать с равными людьми. В Великом доме есть сосуды чести и бесчестия. И чем больше дом, тем больше разнообразия. Недостаток понимания, вот что мешает церквям расти. Причина, почему некоторые церкви не растут, в том, что люди могут принимать лишь один вид людей. И единственное, кого они могут пасти, это похожие на них и их детей люди. И если кто-то приходит в церковь, и у него иное понимание или мнение, они отвергают его и выталкивают такого человека. И поэтому они могут пасти только определенный вид людей, потому что они могут работать только с теми, кто им нравится. И это становится их личным проектом. Твоя способность дискриминировать людей, с которыми ты сталкиваешься, может ограничивать твои источники, твои финансы и твою жизнь. И Бог не может предоставить тебе что-то великое, потому что твое мышление настолько мало. Ты пытаешься иметь личные переживания с людьми, которых тебе Бог послал для общественной жизни. Тебе нужно иметь свою жизнь. Тебе нужно иметь свою жизнь, не работы, чтобы ты перестал приходить на работу, пытаясь найти дружбу и поддержку. Они там не для того, чтобы на свидание с тобой ходить. И так ты идешь продавать окна. Никому нет дела до того, что тебе не нравится, как они оформили гостиную. Это что-то, что ты можешь себе оставить. Это не важно. Их даже не волнует, что тебе не нравится этот клиент, потому что ты не дружить с клиентом пришел. Ты хочешь иметь рабочие и профессиональные отношения, но конечная цель — продать окна. Бог может пытаться послать людей в твою жизнь, чтобы расширить тебя, а тебе эти люди не нравятся. Давид и Саул были настолько далеки друг от друга, как день и ночь. Но если бы Давид не научился, как работать с Саулом, он бы никогда не увидел исполнение его пророчества. Фактически, Бог тренировал Давида, поместив его во враждебную обстановку на работе. Поэтому, если кто-то из вас молится, «Господь, вытащи меня отсюда!» Меня не волнует, что тебе потребуется сделать. Просто вытащи меня отсюда. Я не могу больше терпеть. Я не могу выстоять. Это сводит меня с ума. Вы говорите, «Я не могу вынести это благословение!» Я не могу терпеть этого благословения. Я не хочу этого благословения. Потому что ваше благословение, чаще всего в Писании, фактически, в основном, благословение всегда было завернуто в проблемы и враждебную обстановку. Бог сказал, «Я дал тебе землю во владение, но тебе надо воевать, чтобы взять ее. Я дал тебе дома, которые тебе не придется строить, виноградники, которые не придется выращивать, но тебе придется войти во враждебную обстановку, войти во враждебный стан и забрать то, что он украл у тебя». Оу, вы не слышите, что я говорю здесь. Бог не будет просто помещать в твое благословение руки людей, которые тебе нравятся. Ты продолжаешь ходить с твоей мамой, пытаешься получить немного денег, племянница Джинни, пытаешься получить что-то. Бог хочет благословить тебя через людей, с которыми ты не общаешься, которые тебе не нравятся, которые не верят тому, во что веришь ты, не ходят в твою церковь, не верят в твоего Бога, не празднуют в твою веру. Разве ты не слышал в Писании, что богатство грешников сберегается для праведников? Поэтому, когда ты начинаешь искать обеспечение от Господа, смотри вне узкой линзы черно-белого фильтра. Это хороший человек, это плохой человек, это вежливый человек, это не вежливый человек. Он мне нравится, он мне не нравится. Это все не важно. Это не то, зачем ты пришел туда. Именно поэтому ты там не спишь. Ты не живешь там, ты работаешь там. Давид ходил, работал в дом Саула. И это была враждебная обстановка. И прежде чем все это закончилось, тот, кто когда-то любил Давида, начал ненавидеть и начал кидать в него копье. Давид пригибается и продолжает служить. Я не знаю, для кого это, но если ты хочешь получить то, что Бог имеет для тебя, тебе надо научиться как немного пригибаться. Смири тебя, и Бог вознесет тебя. Если ты смиришь себя, Бог поднимет тебя. Если ты продолжишь стоять и болтать о том, на что ты не согласишься, копье попадет тебе в голову. Но если ты смиришь себя, все, что они планировали тебе во зло, Бог обратит бумерангом и повернет тебя во благо. Я кому-нибудь говорю сегодня? Номер семь. Номер семь. Седьмая заповедь. Помни, что то, где ты есть, не определяет, куда ты идешь. Седьмая заповедь критична. Помни, что то, где ты есть, не определяет, куда ты идешь. Это избавит тебя от разочарования. Люди разочаровываются в жизни, думая, что то, где они находятся сейчас, это самое большее, чего они могут достичь. Но когда ты знаешь, что то, где ты сейчас, это лишь процесс, подготовка, готовит тебя к тому, куда ты идешь, ты не становишься крайне озабоченным тем, где ты сейчас, потому что ты знаешь, что твоя цель впереди тебя, и это еще не все. Это дает тебе надежду. И Павел говорит, что если у нас нет надежды, мы нища от не всех людей. Если ты потеряешь свою надежду, посещение церкви не поможет тебе, потому что посещение церкви дает тебе веру. И вера дает тебе сил получить то, чего ты надеешься. Но если тебе не о чем надеяться, твоя вера нечего будет делать. И я устал быть пастором безнадежных людей, у которых нет веры, которые пометили свои арсы под ивой, и решили, мы не сможем подняться, мы больше не можем, мы не можем дальше идти. Дьявол лжет. Ты можешь все через Христа, который укрепляет тебя. Причина, почему ты еще жив, в том, что у Бога все еще есть план на твою жизнь. У тебя есть таланты, с которыми ты еще не прикасался. У тебя еще есть ресурсы неиспользованные. Твое благословение в твоем даре. Ты даже еще не начал использовать все дары, которые имеешь внутри тебя. И Бог готовится поднять тебя на следующий уровень. Если ты будешь помнить, что то, где ты сейчас, не определяет, куда ты идешь. Куда ты идешь. Храни свой взор на награде. Петр начал тонуть лишь тогда, когда он начал смотреть вокруг себя. До той поры, пока он хранил взгляд на том, куда он шел, он мог идти на том, в чем другие тонули. Обычно говорят, что знак действительно хорошего лидерства, это лишить самого себя работы. Когда ты, учась других, лишаешь себя работы, ты перестаешь быть связанным территориально. Это моя позиция, это мне сказали делать. О, похоже, я кого-то зацепил этим, мне нужно уходить отсюда. Вы знаете, я всегда собирал вентиляторы. Теперь там появился кто-то еще, собирающий вентиляторы. Хорошо, пусть они собирают вентиляторы. Ты еще что-то можешь сделать. Бедняжка собирает вентиляторы. Это все, на что он способен. Пусть делает это. Давид, у тебя есть таланты, к которым ты еще даже не прикасался. Вытащи следующий. Ты как миссис соседа и скажи, вытащи следующий. Посмотри на него и скажи, что следующий. Следующий талант. Следующий дар. Следующий дар, который Бог поместил в тебя. Осознаешь ли ты, что когда Бог создал тебя, Он запрятал всяческие дары и таланты и ресурсы внутрь тебя? И ты наиболее вдохновлен, когда видишь, что события вытягивают то, что Бог поместил внутрь тебя? Фактически, нас притягивают люди, которые вытягивают из нас то, что Бог заложил в нас. Нас притягивает позиция, которая вытягивает из нас то, что Бог заложил в нас. И вытягивать дары значит помещать тебя в ситуацию, где тебе брошен вызов. Именно поэтому, когда Бог готовится поднять тебя на следующий уровень, Он помещает тебя в вызывающую ситуацию Где что-то трудно для тебя Потому что он растягивает тебя Чтобы ты узнал, что же еще он заложил в тебя Дела становятся проще, потому что ты уже справлялся с этим Тебе нужно что-то, чего ты никогда не делал Чтобы ты мог пойти туда, где ты еще не был Чтобы ты мог увидеть кого-то, кого ты еще никогда не видел Чтобы ты смог прикоснуться к тому, к чему ты никогда не прикасался Я не знаю, почему я настолько возбужден об этом Я не работаю во вразильной обстановке Но я думаю, что я возбужден ради вас Потому что я чувствую, что это в своем духе Что кто-то близок к прорыву в своей жизни И Бог хочет направлять вас, как разбираться с ситуацией, в которой ты сейчас Если ты сможешь иметь прорыв в своей работе Мы освободили 10 часов из каждого дня твоей жизни 8 часов работы 1 час на приготовление Час на работу, час с работы Плюс 8 часов работы Это по крайней мере 10 часов, пока ты вернешься домой Час или полтора по пути домой Час детоксикации после работы Это 12 часов Умножить на 5 Умножить на 52 Если бы я ничего не сделал, кроме освобождения твоего настроения у работы Посмотри, какую долю твоей жизни я спас Неудивительно, что враг хочет, чтобы ты был уничтожен на работе Потому что тогда он свяжет большую часть твоего времени бодрствования Потом ты ложишься спать И работа тебе снится Прикоснись к кому-то и скажи, я человек для этой работы Когда ты говоришь это Ты говоришь, мне брошен вызов, но я не ошеломлен Я возмущен, но я не поражен Это значит, что до той поры, пока я облекаюсь во всеоружие Прежде чем я попадаю в эту ситуацию Я могу эффективно проходить через ситуацию Не будучи постыжен Или ошеломлен ситуацией Это помазание Вот это помазание Когда Бог может повести тебя во враждебную ситуацию, а ты все равно цветешь Помазание это не хукубу, хукубу, хукубу Я видел хукубуствующих людей по всему проходу, однако несчастных Я видел, как люди танцуют И настолько же несчастны, насколько они ритмичны И ненавидят жизнь И они используют церковь как наркоз Церковь не создавалась, чтобы быть наркотиком Это не должно быть бегством от жизни Я должен быть жестким сержантом, тренером, который бросит тебе вызов Чтобы ты мог вернуться в игру И жить своей жизнью И начал двигаться вперед, рулить вперед Ты знаешь, почему ты еще не умер? Потому что в тебе еще слишком много жизни Потому что у тебя еще есть, что сделать, чего ты еще не делал У тебя еще есть, куда поехать, где ты еще не был Ты еще жив не потому, что слишком умный Некоторые из вас даже недостаточно здоровы, чтобы жить У вас всяческие проблемы Но вопреки проблемам, Бог хранит тебя в живых Потому что он все еще имеет нечто внутри тебя Что ты должен сделать? Залезь в небо тебя и скажи Я человек для этой работы Субтитры сделал DimaTorzok Что сделало Давида настолько эффективным? То, что он смог работать в обрадебной обстановке И быть эффективным Не осложняет ситуации Есть некоторые люди У них правильные идеи Но они все рушат, реализуя их Это не значит, что они неправы Но их методы настолько дикие К моменту, когда они заканчивают работу Все вокруг разрушено Мой папа мог быть первым в мире по уборке Никто не мог так убираться, как это делал он Он настолько хорошо убирался, что открыл компанию по уборке У него было 52 работника, занимавшихся только уборкой Он так умел убираться Просто супер Но он такое устраивал в это время вокруг себя Что единственным путем было Запереть его там одного и уйти Поэтому недостаточно просто и уметь делать это Если ты создаешь невыночимую обстановку вокруг себя, делая это Некоторые люди не хотят держать себя на работе Хотя ты хорош в том, что ты делаешь Потому что сделая это, ты оставляешь после себя разруху Что я пытаюсь вам сказать? Это то, что ты можешь быть неправ в то время, когда ты прав О, вы не можете переварить этого Это приводит меня к номеру 8 Цель это оптимальные результаты При минимальной неразберихе Оптимальные результаты при минимальной неразберихе У Саула был злой дух Давид брал свои гусли Он никогда даже не упоминал Что на Саула было трудно работать Он просто ублажал его Он не жаловался, не спорил Не высказывался Эффективно помазан Значит, что ты можешь получить оптимальные результаты С минимальной неразберихой Понимаете, некоторые люди могут запереться и петь Но те, кто действительно поет Они просто выходят и поют Понимаете, мы все, нам надо делать всякие рожицы Мы корчимся по-всячески и даже по нотам не попадаем Сползая на пол Те, кто могут действительно петь Когда я сажусь играть на пианино, я потею, все вокруг мокрое Люди, которые могут действительно играть Они в два раза больше нот берут при меньшем количестве пота Оптимальные результаты При минимальном смятении Это раскроет для тебя следующий уровень Дело не просто в том, можешь ли ты это сделать Но можешь ли ты это сделать, не создавая хаоса Бог не может поместить тебя во враждебную обстановку Если ты только усугубишь враждебность Он хочет сделать тебя светом в этой ситуации Он хочет, чтобы ты был маяком в этой ситуации Но это не сработает, если ты окажешься зараженным этой ситуацией Сегодня утром я много говорил о заражении О том, чтобы не позволять ситуации проникать в тебя Поэтому я не буду возвращаться к этому Но тебе надо быть автономным от обстановки, в которой ты находишься Чтобы ты мог давать оптимальный результат С минимальной неразберихой Никто не продвигает людей, приносящих смятение Я помогаю кому-нибудь? Я спрашиваю, я помогаю кому-нибудь? Оптимальный результат обозначает, что ты эффективен Вот что такое помазание Помазание — это способность от Бога быть эффективным Не обязательно делать это Безусловно Не надо, если это неэффективно Не стиль Мы говорим об эффективности Все то лишь стиль Смотри, ты можешь быть эффективным в любом стиле, но не стиль эффективен Но помазание, которое в нем дает стилю эффективность Именно поэтому мы никогда не сможем законсервировать стили Вы видите эти диджейса, бегающего, потеющего и кричащего Вы видите фейл прайса Стих номер 7 Если вы откроете стих номер 7, прочитайте внимательно Прочитайте его внимательно и повторите за мной Я буду делать, я буду делать Слово «буду» Это действие вашей воли Может сделать что-то, значит я хочу сделать что-то Если я хочу сделать что-то, это не значит, что я могу это делать Итак, послушайте в действии, я скажу это еще раз А потом вы видите Карсона Слава Богу, братья и сестры Я так рад сегодня стоять в вере Просто значит, что если мы просто поверим в Богу И будем стоять на принципах Его слова Вы знаете почему, вы знаете почему Бог использует все эти различные стили Чтобы ты не зацикливался на стиле Но чтобы ты понял, что это не воинством и не силу Но духом Моим Эффективен Значит, можешь ли ты делать то, что ты делаешь, не ухудшая обстановки Есть много людей, которые могут руководить хором Но у них так много хаоса в процессе И видишь, как Сюзанна поет партию Она, конечно, не может петь Они должны были сказать, тебе петь эту партию Я не знаю, почему они попросили Сюзанну Итак, я напишу вам партию сейчас Это может быть правильно о партиях Но посмотри на замешательство, которое ты творишь в процессе Я просто использую церковь как метафору Вы можете применить это ко всему, что вы делаете Номер девять Это жизненно важно Не клянись в верности множеству клик И группировок на твоей работе Работай со всеми, но ни с кем не связывайся Будь вежлив со всеми, но ни к кому не привязывайся Не обвязывай себя к верности кликам Или группировкам, которые являются нормой для рабочих коллективов У них слишком много кучек У каждого есть клика У всего есть клика В церквях есть клики В ночных клубах есть клики Турниры по гольфу имеют кучки Все кучкуются В твоей семье есть клики Если не веришь мне, собери все семейство вместе Видишь, твоя сестра Хелен дружит с сестрой Мэри Но она не любит твою сестру Джазми Джазми кучкуется твоим племешом Риком А ты, хотя у них одна кровь Поэтому знай, везде будут клики Но если ты хочешь быть очень успешным Будь способен работать со всеми ими Но не будь связан ни с одной из них Тогда Бог сможет использовать тебя вне клики Враг хочет повесить на тебя этикетку одной кучки Потому что если он сможет пометить тебя какой-то кликой Он сможет ограничить твою полезность О, Боже Если он сможет пометить тебя какой-либо группировкой Он сможет ограничить твою полезность И ты сможешь служить лишь тем, кто входит в клику Но Бог хочет использовать тебя за пределами твоей кучки И вне твоей обстановки И Бог хочет поместить тебя в положение, где ты сможешь работать со всеми и оставаться никем не помеченным Сегодня, этим воскресным утром Бог хочет снять с тебя эти этикетки Все эти клики, все эти группки, которые пытаются пометить тебя Этикетки будут ограничивать тебя Этикетки будут ограничивать тебя Сними этикетки Будь другом для всех их Будь вежлив со всеми Будь профессиональным с любым Но не становись членом ни одной из них Когда ты готов вступить в члены, иди домой Оу, спасибо тебе за воодушевление, сестра Аллилуйя Богу Спасибо тебе, Иисус О, если бы я смог освободить тебя от клик И единственный способ освободить тебя от клик Это привести тебя к моменту, когда ты перестанешь ходить на работу Чтобы иметь личные взаимоотношения Профессионален Доброе утро, о чем могу помочь? Нет, у меня нехороший день сегодня, но я не обязан обсуждать это с вами Потому что у меня есть Бог, которому я могу помолиться У меня есть семья, где я могу поговорить У меня есть друзья, которых я выбрал Доброе утро Я могу что-то еще сделать для вас таким образом? Костюм вот здесь Вам нужен костюм? Вы сюда не меня пришли покупать Вы пришли костюм купить Какой размер вы хотите? Вот это Понимаете, многие из вас были освобождены от многого Но Бог хочет освободить вас от людей Он хочет освободить вас от людей От кучек клик Кластеров людей Которые пленили твою изобретательность Твоя изобретательность может быть больше, чем группировка, в которую ты попал И Бог готовится вырвать тебя Прекрати молиться молитвой Явиса, если ты собираешься цепляться за свою клику Прекрати Прекрати Если ты можешь работать только с теми, кто тебе нравится Прекрати молиться Распространи меня Распространи Бог говорит, я не могу распространить тебя Потому что ты слишком узкий, чтобы тебя распространять Но если бы я смог вытащить тебя из ящика, я мог бы распространить Давид был Давид использовал все, что имел И Библия говорит по всех дарах Она говорит об умении играть И сражаться Разве это не крайности? Потому что ты думаешь о том, кто может сыграть Как об очень артистичном человеке И творческом Но не обязательно решительном и сильном Давид мог сражаться Он был жестоким в войне Но он держал связь со своей способностью к искусной и мастерской игре Он был симпатичным И Библия говорит нам, что это был фактор его даров Это дар Но он также мог управлять бизнесом Он был личностью с характером У него был хороший и сильный характер Но он был достаточно смел, чтобы принимать жесткие решения И путь стружки летят после Итак, у Давида был полный арсенал даров Из которых он мог черпать ресурсы Твой дар Даст тебе простор Твое следующее благословение Определяется твоей способностью Работать с твоим следующим даром И причина, почему я пытаюсь вытащить вас из клики В том, что клика наклеила этикетку Лишь на часть того, на что ты способен Понимаете, это послание не для всякого И я извиняюсь, потому что у меня здесь полно всяких Но оно для тех людей Кто подозревал, что у вас есть несколько больше Есть ли здесь кто-нибудь, кто делал то, что должен был делать Ходил туда, куда должен был ходить И при этом думал, ты знаешь Я думаю, что я на большее способен Чем только это И прежде чем я умру Прежде я не против пасти овец Я не против грести их на воз Я не против прогибаться от копий Но прежде чем я умру Я хочу вытащить из тебя все то, что Бог вложил в меня И ничто Не сможет так хорошо все вытащить из тебя Как враждебная обстановка Ничто не производит тепло так, как трение Так может Бог просто пытается вывести тебя из твоей зоны комфорта Но епископ, как же мне действовать? Если я провожу так много часов твоей жизни Во враждебной обстановке Отдаленно от моих источников Моих друзей И моей семьи И моей жизни Я становлюсь одиноким И я вижу, как я Я знаю, что я не должен иметь близких отношений с людьми и общества Но я вижу, как мне просто надо с кем-то поговорить И видите ли, я разговаривал с людьми, с которыми я не должен был разговаривать Связывался с кем-то, с кем не надо было связываться Я признавался, кому не следовало признаваться И теперь мы скатились на личный уровень И это повлияло на нашу профессиональную производительность Это подводит меня к номеру 10 Прочтите номер 10 Всегда держи свою песню рядом Давид никогда не оставлял свои гусли Просто на всякий случай Если зло станет слишком сильным У него была его песня внутри Песня, я не говорю о твоих способностях петь Ты можешь звучать, как старая пьяная перепелка Не важно, как ты звучишь Я говорю о чем-то в твоем духе О мелодии О поклонении О посвящении Вы знаете, раньше много говорили о посвящении Сейчас о посвящении ничего не говорят Потому что мы так озабочены интеграцией, что нет это время на посвящении Посвящение это песня в твоем духе Это нечто Это нечто интимное в твоей душе Куда ты только Бога пускаешь Это палата Это внутреннее святилище Посвяти меня сейчас На твое служение, Господь Когда ты ходишь с таким внутренним посвящением Ты не позволишь никому нарушить его Меня не волнует, что у тебя за работа Оно может быть просто мычанием Почему ты такой счастливый сегодня? Ты всегда поешь Всегда прохаживаешься Насвистываешь Потому что я всегда храню свою песню поблизости Поэтому, когда мне приходится сталкиваться с твоей ненавистью У меня нет противоядия Ты никогда не сможешь работать с ненавидящими людьми Если твоя песня не будет рядом Каждый раз, когда Саул становился противным Давид становился искусным Он начинал петь, расслаблять Он пел в сердце для Господа Потому что, когда ты делаешь так Это означает, что ты уединился от проблемы И ты заявил, что есть места Куда я не позволю проблемам проникнуть Это принадлежит Богу И никто не может прикасаться к этому Должно быть такое место Чтобы ты мог пройти среди колдунов и не быть околдованным Чтобы ты мог пройти через врагов и не быть проклятым Потому что ты сберешь свою песню в глубине души Именно поэтому ты с нетерпением ждешь работы Чтобы начать петь Тебе надо начинать петь Вы знаете, какими вы были, когда вы были в миру? Ты не ждал, пока ты доверешься за клубом, чтобы начинать вечеринку Мне нужно было отвести это до такого уровня Чтобы некоторые из вас могли понять, о чем я Ты помнишь, когда была пятница И ты был готов пойти Ты, значит, ты включал музыку дома Наливал себе стакан вина Ты начинал раскладывать вечеринку О, будет вечеринка Ты начинал готовиться И поэтому к моменту, когда ты попадал в клуб Ты уже был весь на чуме Ты должен делать то же самое в духе Ты должен просыпаться по утрам и кричать Этот день сотворил Господь Я буду радоваться И ликовать в нем Я войду в его врата со словословием И дворы его с хвалой Ты должен, руливая на автосаду, говорить Господь, я благодарю тебя за твою благость Посмотри на мою машину Посмотри, как ты благословил меня Посмотри на мои силы Я наслаждаюсь самым лучшим в жизни Я пойду вперед Чтобы ты мог появиться на работе Доброе утро Это пища для души Это пища для души Это тебе не салатик с картошечкой Это пища для души Это завтрак чемпионов Это то, что доставляет людей быть победителями Они не ждут, когда они доберутся, чтобы начинать Причина Почему дьявол так и не смог проклять Иова В том, что несмотря ни на что Иов держался своей хвалы Он держался хвалы Они говорили Все твои дети мертвы Твои сыновья и дочери мертвы Ты потерял все свои деньги Акции лопнули Все твои амбары сгорели Он говорил Ты знаешь, что? Господь дает И он и забирает Он говорил Благословлю Имя Господне Ты знаешь, что когда ты хранишь свою песню Враг приходит в разочарование? Он говорит Ты посмотри на этого врага Как он продолжает быть счастливым? Он собирает свой совет директоров И спрашивает своих бесов Разве вы не атаковали его деньги? Да, атаковали Вы атаковали его семью? Да, сэр, атаковали Вы атаковали его положение на работе? Да, сэр, атаковали Так чего же он по-прежнему поет? Не знаю Нам кажется, что тем больше мы его атакуем Тем счастливее он становится И вместо того, чтобы ты шел домой разбитым Дьявол отправляется домой разбитым Говоря, я больше ничего не могу сделать Такое ощущение, что меня вообще здесь не признают Такое ощущение, что меня никто не поддерживает Вот почему тебе нужно хранить свою хвалу Как не достичь этого? Как не достичь этого? Как не достичь этого? Я говорил вам, это только для христиан Это только для помазанников Последний вопрос Я закончил с заповедями Быстрый вопрос, быстрый вопрос До того, как Бог Представил тебе проблемы С которыми ты сталкиваешься сейчас Исследовал ли ты Полную глубину помазания Которое Бог положил на твою жизнь? Сделал ли ты полную инвентаризацию Динамоса Динамичной силы Которую ты носишь в глубине себя Чтобы выдержать то противостояние С которым ты разбираешься сейчас Промерил ли ты свой арсенал? Прочистил ли свое оружие? Подготовил ли пистолет? Чтобы убедиться, что ты применил Все, что у тебя есть Чтобы выйти из-под той атаки Которой ты сейчас Неужели ты настолько занят поиском помощи А других, что тебе некогда посмотреть Сколько помощи едет в тебе самом Боже мой Кто-нибудь вытащите меня отсюда Я сейчас взорвусь Большинство людей Даже не прикасались к тому Что Бог дал вам Вы тонете в том Почему вы должны ходить Бог лично избрал Давида Для этой задачи Он нашел его За посредственной работой Предписал его И поместил его во враждебную обстановку Когда Бог был готов сделать из Израиля нацию Он поместил их во враждебную обстановку в Египте Когда Бог был готов поставить Есфирь Царицей Он поместил ее во враждебную обстановку Чем больше враждебность Тем больше множественность Перестань пытаться выбраться из своих проблем Если тебе бы получается разобраться с этим И расслаблять Бога в этом У кого здесь есть вера на то, о чем я говорю сейчас Кто сейчас чувствует, что Бог говорит тебе о ситуации в твоей жизни Подойди к всеми человекам и скажи Я подхожу для своей работы Скажи им АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Иисус был настолько хорош во враждебной обстановке, что писавший к римлянам сказал, «Если бы князи мира сего знали, что они делали, они никогда бы не распяли Господа». Потому что Иисус был настолько Христос, что чем больше они делали против Него, тем больше это работало на Него. Станьте на ноги, я скажу вам кое-что и отпущу вас. Годы назад, когда я пасторствовал, была группа людей, которая прокляла Мое собрание. Они собрались вместе, они претворялись христианами, я не знаю, кем они были, но благослови их Бог, куда бы они не делись. Но они собрались вместе и прокляли Мое собрание. Какое-то из собраний. И они сказали, что оно не будет благословленного и так далее. Это было одно из лучших служений побуждения в Моей жизни. Бог благословил Его так сильно. Я хотел нанять их, чтобы они прокляли Меня снова. Дорогущего, прокляни Меня еще раз! Прокляни Меня еще раз! И если вы подумаете об этом, большинство крупнейших прорывов в вашей жизни вы получили, когда вы были в проблемах. Вот почему хвала ничего не значит на устах того, у кого все хорошо. Хвала действительно обретает ценность, когда исходит все в того, у кого трудные времена. Потому что, когда ты славишь Его посреди проблем, это означает, что я не позволю ничему отделить Меня. Я не буду беспокоить вас. Я не собираюсь начинать проповедовать, хотя мог бы. Я хочу, чтобы вы соединили руки с кем-то рядом с вами. Станьте на ноги, если способны. Есть человек в этом зале. И тебе приходится жить или работать, или служить, или петь, или учить, или продавать, или рисовать, или писать, или трудиться с кем-то во враждебной обстановке. И ты ждал, что Бог изменит твою обстановку, чтобы ты мог процветать. Но твое процветание в твоей проблеме. И ты не должен больше ждать. Бог поместил тебя во враждебную обстановку. И Он использует тебя. Он использует тебя значительно посреди трудностей. Он устанавливает сцену для тебя, чтобы ты вошел в твое царство. И Давид был настолько умен. Он продолжал погибаться, но так и не прогнулся. И он оказался у руля всего, что имел Саул. Потому что он отказался позволить врагу убить его. Позже он советует одному из братьев, он говорит, не умирай, как дурак. Это глупо позволить врагам убить тебя. Когда Бог послал тебя, Он не посылал тебя умирать. Он не посылал тебя проигрывать. Он не посылал тебя выдыхаться там. Он посылал тебя победить. Что я пытаюсь сказать вам? Есть внутри тебя победитель, которого ты еще не раскрыл. И я отказываюсь собирать вас здесь, воскресенье за воскресеньем, просто чтобы развлекать вас, когда моя работа назидать вас. И назидание значит созидание. Субтитры создавал DimaTorzok Слава Богу. 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 Слава Богу! Слава Богу! Господь позволит ему слово осесть в нашем духе и в наших сердцах, и пусть осядет в наших умах. Кто-то проходил через такие трудности, им нужен совет. И пусть это слово осядет в их костях, и их душах, и их тканях. Помашь их понимать, что они даже еще и не начали жить. Есть что-то большее внутри тебя. Отец, пусть помазание поднимется в них как источник и содержит их посреди трудностей. Я благодарю тебя, Господь. Я благодарю тебя. Ты не обязан менять ситуацию, если ты изменишь меня под ситуацию. Сожми руку того, кого ты держишь сейчас. В них есть чудеса, которых вы еще и не видели. Есть дороги, которые жизнь еще и не вытаскивала. Я хочу, чтобы вы молились за этого человека, чью руку вы сейчас сжимаете, чтобы Бог бросил им вызов. И чтобы Бог изменил их для вызовов, которые им брошены. Я хочу, чтобы вы молились. Я хочу, чтобы вы молились за них. Чтобы сила Бога всемогущего поднялась в них, как они не видели того ранее. Чтобы сила Бога текла через них. Тот, кого ты держишь за руку, нуждается, чтобы кто-то молился за него. Чтобы кто-то молился за него. А ты держишь его за руку, так помолись за него. А ты Сынов , что на воде не помолился за него. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пусть Твоё помазание двинется... Пусть Твоё помазание двинется... Как только ТЫ умеешь... Господь, Путь Твоё помазание двинется... Путь Твоё помазание движется... Возожди Восстанови Перенаправь Восстанови Искупи, обнови нас Приготовь нас Кто-то идет в школу во враждебную обстановку Кто-то идет в класс во враждебную обстановку Кто-то делает бизнес во враждебной обстановке Кто-то живет во враждебной обстановке Пусть что-то сказанное сегодня Будет силой для них Во имя Христа, Царя нашего Найди сейчас способ прославить Бога, который ты умеешь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»